я наконец-то заселилась обычно когда я заселяюсь какой-то номер я первым делом почему-то бросаюсь на кровать кто еще делает в общем тот же отель в котором я была прошлом году мне очень понравился здесь мега уютно покажу вот так вот мы заходим здесь небольшая зона гостиной шкаф в этот раз нам понадобится сушилка здесь теплое белье большущая кровать очень мне нравится дизайн этих номеров красиво тут вешалка и вот такая ванна там я в общем то вот так очень очень понравилось прошлый раз мега чистые отели все вот это вот тоже очень приятный бонус я как человек который довольно часто можно сказать остается в отеле в гостиницах обращать внимание на какие мелочи ну и конечно чай кофе что можно сделать тоже очень приятно в общем а главное это все конечно не кровать и не ванна вот этот погода очень солнечно я была в кожаной куртке и мне стало жарко футболки абсолютно комфортно я честно даже жалею что я не взяла с собой шорты посмотрите на эту красоту итак сейчас мой план я немножечко отдыхаю 5 минут привожу себя по-быстрому в порядок насколько это возможно потому что я еще даже зеркало не смотрелась не знаю как его вижу надеюсь терпимо и дальше я иду во флакон к организаторам проверять все ваши материалы к занятиям чтобы все было подготовлено все было на месте в общем будет небольшая организационная такая встреча потом я мечтаю просто поесть потому что я катастрофически голодный человек сейчас вот съела бы все на этой земле и потом 16 00 будет официальное открытие я постараюсь не забыть вам там тоже поснимать по мере возможности конечно буду снимать что-то показывает и надеюсь что выйдет из этого что-нибудь интересное и вообще мне нравится подобный формат видео правда не всегда удается снимать поездка потому что сами понимаете хочешь быть везде сразу и не всегда вспоминаешь про то что надо еще и что-то снять вот но я постараюсь просите меня по-хорошему чтобы я больше не снимала себя на кровати потому что это выглядит не очень либо просто я выгляжу не очень я извиняюсь я шесть часов ехала в поезде мне простительно а а камера внутри камеры я встретила юлю и олесю и мы идем на флакон красота вы смотрите какая красота вейджи подарочки подарили уже итак я сходила ознакомилась с организацией флакона для того чтобы знать где в какой зоне будут какие активности происходить познакомилась с организаторами получила сладкие подарочки очень миленькие очень приятно что они персонализированные что они подписаны специально под тебя это не может не радовать забрала свой бейджик как спикера тоже немаловажный трофей вот и наконец-то я поужину а потому что мне он это был обед тира ужин потому что очень я была голодная с 4 утра примерно вот время сейчас где-то 3 или уже около четырех даже и сейчас мы идем на официальное открытие фестиваля уже успела встретить многих художников еще не со всеми виделась потому что не была на маркете и на тест зоне но я думаю завтра я вам все уже более подробно покажу поснимать потому что сегодня как-то все так довольно сумбурно и больше организационно поэтому не было особо времени желать снимать на маркете так что покажу вам наверное подробнее уже завтра и да погода здесь просто прекрасная несмотря на то что сейчас я в куртке на самом деле в майке даже было жарко сегодня посмотрим какая будет вечером но в целом не отличается от краснодарской погоды но я думаю московским ребятам и ребятам других регионов наверное здесь кажется экстра тепло забавно вот солнечно и красиво я довольна я потому что просто сытая очень на приветики Честно говоря, вечером мне здесь нравится даже больше. Эй, блогер, кто такой довольный? Два градуса. Оно у нас немножко позднее. Посмотрите, какие красивые верхушки. Я не знаю, видно вам, нет, но все рыже-красное наверху. Мы идем на завтрак. Да? Да. Какие у нас планы на сегодня? У меня будет лекция про новые цвета рэппера. Я буду рассказывать хронологические истории. Я буду встречаться со своими подписчиками в 14.30. Я надеюсь, что там что-нибудь будет интересное, что рассказать. И вообще, что что-нибудь будет интересное, в принципе. О, у нас завтрак готов! Вот. И, в принципе, сегодня у меня... У меня сегодня никаких активностей больше нет. У меня есть что-нибудь еще? Это наш? Это чем у нас? Значит, сегодня, в принципе, довольно такой свободный у нас день. Может быть, поднимемся на горы посмотреть. Если что, покажем. Ну, что-нибудь, Сима! Эй! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо большое! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Большая очень большая выступка в этом году. Безумные количество работ. И наверное все даже не удалось так показать. Здесь вот такие огромные картины. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 мы идем на завтрак и это второй дубль потому что я еще не проснулась и первую я не сняла здрасьте и уже тут все присыпаются уже наверное кто-то на пленере у нас сегодня занятия Юля едет в порт рисовать а я остаюсь во флаконе рисовать портреты вот сегодня у меня будет самый юный художник маленький вот такой да Алис будешь рисовать по мной портреты супер у нас идет мастер-класс построили кто-то достраивает сейчас начинаем в цвете доброе утро я наконец-то выспалась и сегодня опять солнечно прекрасно это просто не может не радовать вот еще мне кажется я как будто чуть-чуть простыла либо я просто хочу кушать у меня тоже такое бывает периодически когда я хочу есть у меня почему-то садится голос в общем вчерашний день очень быстро прошел я даже не заметила если честно как он закончился я кстати сейчас буду наливать себе чай скипятила чайник я никуда без своего тормоза не хожу еще пару раз пересмотрела видео которые он тут наснимала и поймала себя на мысли что я рассказываю только о том что я иду есть я поела а я скоро пойду есть а вот уже я закончила и снова хочу есть и вот типа все мои видео о том что мы идем завтракать мы не нужен вот на самом деле здесь успеваешь только позавтракать и поужинать хочу вас куда-то поставить чтобы если можете заметить невероятный бардак это потому что потому что по-другому нельзя когда ты находишься на фестивале когда ты просто заходишь в номер чтобы кинуть шмотки переодеться или взять другие шмотки и до количество подарков которые нам дарили ну или или по крайней мере мне просто зашкаливает вот чтобы вы понимали да вот это вот все вот этот весь бардак на самом деле вот эта часть вот это все это подарки это все подарки примерно на еще один чемодан если честно когда я ехала сюда я не рассчитывала на такое количество подарков я знала что скорее всего они будут классика жанра любого фестиваля любых творческих мероприятий но я не думала что будет столько и я не знаю куда я его за складывать потому что мой чемодан когда ехала сюда был забит просто под завязку вот так что у меня красочки рембрандт и ван гог которые я использовала на мастер-классе и сейчас я буду заваривать свои травки и заварю чай и пойдем наверное завтракать опять же буду говорить вам о том что я иду на завтрак конец на самом деле погода просто шикарная и по-хорошему можно снять вот это вот и остаться просто футболки и ничего от этого не потерять как все здесь выглядит днем мне кажется я это место именно это . показала он только вечером там вот флакон внизу а здесь у нас проходит мастер-классе Юли и Юлика Миналова на нарезу мои блокноты пока я снимаю как получается минимум слоев просто просто самый-самый минимум где-то 2-3 слоя и хорошо ждать пока высохнет потому что это стеллюлоза и если не ждать то она получается просто скатывается а так можно вполне три слоя выдерживает нормально даже мой шестилетний сын в принципе с этим легко справляется за что мы влюбили линоградину сил не так уж много тратится а форму нужно получить очень тонкую то есть она тонко проработанную форму можно получить и и и и и и и и Продолжение следует... Привет и еще раз. По-моему, первое включение в середине дня за все время, что я здесь нахожусь. Я погуляла, со всеми поздоровалась, пообнималась, пообщалась. Опять получила гору подарков. Знаете, такое однозначное чувство, типа, и очень приятно, и в то же время чувствуешь себя немножко Филиппом Киркоровым, которого задаривают подарками. Ну, на самом деле, конечно, приятного больше, чем вот этой странной неловкости. Может быть, это хорошо, что я испытываю все еще, испытываю неловкость каждый раз, когда получаю какие-то маленькие творческие подарочки. Вот. Я сейчас встаю в голове главного входа, вот в шлакон. Грею все носоты, сгораю. Именно сгораю, потому что очень-очень жарко, и, честно говоря, даже немножко жалею, что у меня нет с собой шокинга. Вот. Что еще рассказать вам? Ну, могу вам показать вид. Сегодня очень-очень жарко на солнце. Вот такой вот вид. Вот так вот все здесь выглядит. Кайфую, тепло, хорошо. Сегодня такой день на расслабоне, потому что вчера мы прям все что-то все были уставшие, дорабатывали свои мастер-классы. У кого занятия, у кого лекции, у кого демо. Пойду гулять и бродить и дальше. Такого-то улыбненький. Городочек. Пасмурный день, изменилась погода, но как же красиво теперь. Облака прям лежат. Посмотрите, я не знаю, как это передать. Воздух свежайший и ощущение, как будто ты в вате находишься. Идем в лакон. Чуть не упал. Продолжение следует... Продолжение следует... ну собственно в этом есть плюс нам не видно той высоты которая под нами да кстати дождь мы сидим наверху в горах на розе пик и ждем когда распогодится чтобы спуститься вниз а за окном туман дождь и все прилагающиеся сказать что страшно ничего не сказать честно гремит гром жуткий ливень падал град и нам надо спускаться вниз ну вот удачи спасибо вам большое Доброе утро, классическое. Я иду завтракать. Мне кажется, что я только об этом и рассказывала. Сегодня очень свежо, морозный такой воздух. Опять же, невероятно красиво. И сегодня мы уезжаем в 5 часов вечера. Немножечко грустно. Но, как сказал один мудрец, если грустно, значит, было круто. Уже известны даты следующего фестиваля в следующем году, соответственно. С 1 по 4 октября. Я очень надеюсь, что это будет уже такой классной традицией, что я не пропущу это событие. На, на, на... На, 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 на... I'm with you, you're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!